МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Громкое дело на финишной прямой. Приговор бывшему начальник омской полиции Евгению Быкову могут огласить уже в четверг. Напомним, его обвиняют в получении взяток от предпринимателей. По версии следствия, в обмен на деньги полковник обещал покровительство владельцу сети массажных салонов и торговцам контрафактным табаком и алкоголем. Гособвинение запросило для фигуранта 11 лет колонии строгого режима. Штраф в 26 миллионов рублей, лишение звания полковника и конфискацию части имущества. В последнем слове Быков вспомнил о том, как рассматривалось и освещалось его дело. Посетовал на то, что другие участники истории до сих пор не предстали перед судом. Настаивал на своей невиновности и просил вынести справедливый, по его мнению, оправдательный приговор. Каким в итоге будет вердикт служителей Фемиды, станет известно 19 января. Брызнула жертве в лицо из баллончика, но все равно лишилась добычи. Полицейские задержали женщину, которая посреди дня напала в подъезде на Амичку и попыталась украсть сумку. Жертва ограбления не растерялась и бросилась следом за преступницей. Догнала, отобрала свою вещь и направилась в полицию. Позже в Чикаловском поселке оперативники задержали 43-летнюю женщину, которая уже была судима за мошенничество. Занимательная, но нелегальная ботаника. Бойцы спецназа задержали двоих сельчан, которые промышляли выращиванием конопли. По информации наркоконтроля, жители Муромцевского района заказывали семена в интернете. Чтобы замести следы, использовали здание в другом районе, Любинском. Глаз положили на одно из помещений закрытого завода. Устроили, как смогли, ремонт, чтобы подготовить все условия для экспериментов с растениями. Круглосуточно кто-то из фигурантов следил за процессом. Полицейские обыскали здание и нашли 34 куста конопли, а также больше 230 граммов готового наркотика. Кроме этого, изъяли зелье и у самих фигурантов. Следователи возбудили уголовное дело по статье незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Также возбуждены уголовные дела по фактам незаконного хранения наркотиков. В качестве меры пресечения подозреваемым выбрали подписку о невыезде. В многофункциональном центре оказали медвежью услугу. Областное управление ФСБ сообщило, что один из руководителей Омского МФЦ оказался под следствием из-за получения взятки. Появились проблемы с законом и у предпринимателя, который попытался подкупить должностное лицо. По информации ведомства, в декабре прошлого года фигуранты заключили фиктивный договор между бюджетным учреждением и юрлицом. Контракт якобы подразумевал ремонт, монтаж и демонтаж электрических сетей в одном из филиалов организации. Сумма вышла приличная – около 600 тысяч рублей. За помощь в подписании документов, легкую приемку выполненных работ и их оплату в полном объеме, исполнитель должен был отблагодарить своего партнера. Об этом коммерсант и чиновник договорились заранее, но в историю вмешались правоохранители. В результате проведенных сотрудниками УФСБ России Японской области оперативно-розыскных мероприятий чиновник был задержан по факту получения взятки в размере 350 тысяч рублей от представителя коммерческой структуры. В настоящее время по данному уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. У Сергея Шелеста появятся два заместителя. Структуру мэрии снова скорректируют. Весенняя сессия в городском совете началась заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Главным вопросом на повестке стало обновление системы управления мегаполисом. Имя одному из кандидатов в вице-мэры уже известно. Поступило предложение совместить должности заместителя главы города и директора департамента имущественных отношений. Утвердить на этом месте рекомендовали нынешнего главу депымущества Дмитрия Махиню. Департаменты общественной безопасности и контроля, скорее всего, передадут в подчинение еще одному заму Сергея Шелеста. Правда, кто займет эту должность, пока не ясно. В мэрии подчеркнули, изменения не потребуют дополнительных затрат. Деньги на зарплату высокопоставленному чиновнику найдут за счет оптимизации кадрового состава городминистрации. Новшества, в числе прочего, нужны для того, чтобы освободить главу Омска от ряда оперативных вопросов, поскольку он решает стратегические задачи. Теперь депутатам предстоит утвердить новую схему на пленарном заседании горсовета. Правительство Казахстана ужесточило правила въезда в государство. На официальном сайте премьер-министра республики в разделе «Документы» появилось обновленное постановление. Теперь по истечении 90 дней гражданам стран Евразийского экономического союза придется покинуть Казахстан как минимум на такое же время. Иностранцы, которые приехали в республику без визы, смогут находиться там всего 30 дней. Отметим, раньше граждане других государств могли выехать с территории республики буквально на день, потом пересечь границу в обратном направлении, тем самым обнулить срок разрешенного пребывания. Больше так сделать не получится. Продлить нахождение в Казахстане можно несколькими законными способами. Среди них – получение вида на жительство или разрешение на временное проживание. Изменения вступят в силу 27 января. Новые правила будут действовать для иностранцев, которые въехали в республику, начиная с этой даты. Сельскую школу в Пикетном, где в начале зимы взорвалась котельная, обеспечат системой электроотопления. Решат чиновники проблемы владельцев частных домов, в которых батареи остыли из-за ЧП. Напомним, инцидент случился 3 декабря. По версии следствия, из-за отключения электричества перестали работать насосы, нарушилась циркуляция воды в системе отопления. Давление в правом котле выросло, но предохранительные клапаны не сработали, емкость разорвало. Пострадал 60-летний машинист, он попал в больницу. Несколько зданий, школы и жилые дома остались без тепла. В облправительстве приняли решение выделить из резервного фонда больше трех миллионов рублей. Постановление об этом уже подписано. Образовательные учреждения снастят электроотопление, а сельчанам помогут установить индивидуальные котлы. Ремонт ТЮЗа завершен на 60%. Открыть обновленный театр для зрителей планируют осенью. Об этом в эфире ГТРК РТШ рассказал министр культуры Ромской области Юрий Трофимов. Чиновник отметил, объект станет одним из самых современных в стране и получит несколько новых площадок, на которых смогут выступать артисты. Одна из них, например, расположится во внутреннем дворе под открытым небом, а другая прямо в фойе здания. Отметим, ранее в областном правительстве сообщали, завершить капремонт здания 1967 года постройки планируется к сентябрю. Работы идут в рамках нацпроекта «Культура». Их общая стоимость составила 576 миллионов рублей. Нам важно, чтобы пространство стало удобным, красивым зданием для посетителей, для зрителей, для тех, кто придет и прежде всего юных посетителей. Несколько новых пространств появится. Внутренний дворик, он также будет оборудован летней сценой. Внутри в холле предполагается еще одно сценическое пространство с экраном. Решили вопросы с тем, что раньше в здании было холодно, сейчас будет тепло. Масштабная реконструкция ждет и дом актера, который приютил труппу театра юного зрителя. Когда именно она начнется, Юрий Трофимов не уточнил, но отметил, что вопросом специалисты занимаются совместно с Омским отделением Союза театральных деятелей России. По словам министра, ремонтные работы в здании идут постоянно, но постройка требует капитального подхода. Дом актера на улице Ленина открылся в 1974 году. С 1989-го носит имя народного артиста РСФСР на жиле Чунишвили. Зрительный зал, в котором сейчас идут постановки, может вместить 300 человек. Крещенские морозы до Омска, похоже, не добрались. Синоптики опубликовали прогноз погоды на четверг. По данным обертежского ОГМС, ночью столбик термометра опустится до минус 17 градусов. Днем воздух немного прогреется, потеплеет до минус 12. Впрочем, спасатели, несмотря на достаточно мягкую по меркам зимы погоду, не рекомендуют омичам идти на рейки в надежде нырнуть в прорубь. Накануне в МЧС заявили, ледный РТШ слишком рыхлый. Он может не выдержать большое количество людей. Ситуация в районах похожая, поэтому часть купелей, вероятно, окажется недоступной для посещения. Ну а тем, кто все-таки намерен окунуться в холодную воду, медики дают несколько советов. Купание в проруби, не подготовленному организму, рекомендуется не более 30 секунд. То есть те, которые подготовлены, можно около минуты купаться в проруби. Обязательное условие – это нельзя принимать перед купанием алкогольные напитки. Строго категорически запрещено. За 2-3 часа можно плотно перекусить, выпить горячий чай. Это можно, но алкогольные напитки категорически запрещено.